Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Я исследовал жизнь и пытался понять ее смысл Я стремился к мечте, ставя цель в оправдание средства И придя в никуда, понял вдруг очень ценную мысль Сколько б я не достиг, все равно будет больше хотеться Я не видел пустыни безлюднее, чем города Не встречал одиночества больше, чем между своими Я понял тогда, не изменится мир никогда Пока люди не преобразимся душой изнутри мы В суете год за годом вращается глобус земной В череде срочных дел, окончание которых могила Плачь за смехом, за тишье пред бурей, мир перед войной И суета скольких заживо ты схоронила За внезапными взлетами часто таится провал И падению предшествуют бурные аплодисменты Знаешь, дело не в том, как уверенно ты стартовал Дело в том, сможешь ли продержаться до финишной ленты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И который уж век кличет церковью каменный храм И молясь, и крестясь, и постясь, все же в Бога не верят Адеисты при жизни, а как умирать сразу в рай Полагают надежды свои на суетные вещи Лишь растая в журавлик, мечты в синеве пропадет Из рук ускользнет материального счастья синица Вот тогда и поймешь, что только Господь Единственный, кому стоит стремиться Лишь растая в журавлик, мечты в синеве пропадет Из рук ускользнет материального счастья синица Вот тогда и поймешь, что только Господь Единственный, кому стоит стремиться Единственный, кому стоит стремиться Единственный, кому стоит стремиться Мир вам, друзья, у микрофона Игорь Пустанович Наши две последние радиопрограммы, в которых мы с вами рассуждали о будущем О том, что нас всех ждет смерть А затем многим людям предстоит после смерти быть судимыми Вызвали размышления и вопросы у радиослушателей И я очень рад этому Естественный вопрос, который появился после радиопрограммы о суде Будет звучать так Если есть суд, то есть и приговор А это значит, есть и наказание Вот только какое и где будет отбывать это наказание осужденный? И второй вопрос А где будет тот, кто не будет судим, если все же есть жизнь после смерти? Вот эти два вопроса мы и возьмем темой нашей сегодняшней радиопрограммы И сначала мы попробуем кое-что узнать и ответить на первый вопрос Какой будет приговор виновным и где будет отбывать наказание осужденный и как долго? Один человек написал так Очень не хочется верить в то, что после смерти все заканчивается Трудно представить, что твое Я свернется в точку и исчезнет навсегда Что же на самом деле ожидает нас после смерти? Рай? Ад? Или нечто иное? Есть огромное количество людей, которые свидетельствуют о том, что жизнь личности продолжается и за порогом земного бытия И не верить этим людям, побывавшим за порогом этой жизни, нет оснований Хотя и верить им тоже нет достоверных фактов или вещественных доказательств Но нужно признать, что люди, побывавшие там, если были до этого неверующие, то начинали верить в Бога и жизнь их в корне менялась Сегодня нашу радиопрограмму мы построим не на свидетельстве таких людей, потому что это слова людей Но на свидетельстве святой вечной книги Библии За свою историю, исчисляемую несколькими тысячами лет, Библия доказала свою правдивость и истинность И потому сегодня мы со страниц Библии заглянем за порог смерти Посмотрим в ад и на тех, кто находится в нем В книге «Душа после смерти» иеромонах Серафим отмечает, что все пережившие клиническую смерть Пробыли в мире ином совсем недолго Как правило, опыт этих людей ограничивается первыми впечатлениями после смерти Они не успевают посетить рай или ад и не имеют полного представления о потустороннем мире Вот поэтому ложить подобное свидетельство в основание доктрины о потустороннем мире не вполне правильно Хотя многие из этих свидетельств подтверждают библейское учение об аде и рае Гораздо важнее открыть священное писание и посмотреть, что об этом говорит в них сам Господь Хотя нужно сказать, что о том, что происходит по ту сторону земной жизни, Библия часто говорит аллегорически Потому что человеческий ум ограничен, чтобы понять то, что там происходит Христианство всегда знало и учило, что человек больше, чем простое сочетание химических элементов Кроме тела, человек имеет душу, которая в момент смерти не умирает, а продолжает жить Вот как говорит Христос Я читаю Евангелие Матфея, 22 глава, 32 стих Это слова Иисуса Христа Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы Для нас человек, переставший дышать, это мертвый человек Для врача еще нет Врач подключит дыхательный аппарат, аппарат для циркуляции крови или еще что-то И человек, хотя и без сознания, все еще сможет жить А позже даже может вернуться к жизни, и такие примеры существуют Но для законодателя жизни, который сотворил человека из праха земного и вдунувшего в человека дыхание жизни Может ли быть невозможным продлить жизнь человеку в другом измерении, даже тогда, когда врачи уже бессильны И даже тогда, когда тело человека уже давно истлело и превратилось в прах Как это может быть? Попробую показать вам на простом примере Хотя, нужно сказать, всякий пример имеет свои несовершенства У меня был знакомый, он занимался резьбой по камню Тот камень, на который я даже внимания не обратил бы А если бы он лежал на моем пути, я бы просто столкнул бы его с дороги и прошел бы мимо В руках этого мастера После обработки становился красивой вазой или статуэткой На камень, лежащий на земле, он смотрел глазами мастера А я в камнях ничего не понимающего человека Для меня камень, это был просто камень А для моего друга, это был материал для творчества Если Бог однажды создал человека из праха земного То не силен ли он воссоздать нас опять? Ведь материал, в принципе, тот же самый Вот одна из причин, почему я утверждаю, что после смерти есть жизнь Так говорит Библия, и это подтверждают факты из жизни Вот поэтому, говоря о загробной жизни, мы будем опираться на Библию, потому что только она есть истина, и это Слово Господне И после песни мы откроем Библию и начнем исследовать наш вопрос Что же там, за гробом? В теле душа, как бумага в конверте Жизнь нас несет, как письмо Неумолимые ножницы смерти Скоро разрежут его Жизнь пройдет, как дуновенье Одной свечой Беднеет друг земля Но Чтоб одной звездой Богаче стала небо Вера Чудотворная Библия нужна Вынет Господь Из конверта Из тела Душу и в этом письме Он прочитает О том, что ты сделал Здесь Для него На земле Жизнь Жизнь пройдет, как дуновенье Одной свечой Беднеет друг земля Но Чтоб одной звездой Богаче Стало небо Вера Чудотворная Нужна В день Тысяч сто Отправляемся Вечность Вечность Идет Адреса А Содержание Жизни Зависит Будущность Рай Или А Жизнь Пройдет, как дуновенье Одной свечой Беднеет грунт земля, Но чтоб одной звездой Богаче стала небо вера, Чудотворная нужна. Сегодня у нас интереснейшая тема. Куда отправятся осужденные на Божьем суде люди? Если в ад, то что это такое? И где он находится? Вот что вы можете найти в Библии. Слово ад вы найдете только 26 раз. Нужно сказать, что между адом Ветхого Завета И адом Нового Завета Есть огромная разница. А потому брать тексты из ветхозаветней истории И истолковывать в новозаветний период, В который мы с вами живем, Будет совершенно неправильно. Дело в том, что во время до Христа, А это и есть время Ветхого Завета, Ад имел власть и был непобежденным. И пророк Осия пророчески говорил, Передавая слова Господа, Я читаю книгу пророка Осии, 13 главу, 14 стих, От власти ада я искуплю их, От смерти избавлю их. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Но вот прошло время, И апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, Я читаю 15 главу, 55 стих, Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Что же случилось? Кто забрал победу у ада? Когда? Между этими двумя изречениями Был подвиг Христа. Он умер на кресте распятый, И смертью своею Смерть победил, И ад победил, И потому сегодня ад побежденный, И не может удержать у себя тех, Кто там находится. Вот послушайте последние слова об аде Из Евангелия, Книга Откровения, 20 глава, С 13 стиха я читаю. Тогда отдало море мертвых, Бывших в нем, И смерть, и ад. Отдали мертвых, которые были в них, И судим был каждый по делам своим. Ад побежден Христом И подчинен Ему. Вот почему я утверждаю, Что будут судимы люди, Находящиеся в аде. Но послушайте еще Самый последний текст из Евангелия, Который проливает свет На абсурдность многих суеверий И неправильных толкований об аде. Вот он. Книга Откровения, 20 глава, 14 стих. Слушайте внимательно. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Вот здесь, в последнем прочитанном нами тексте, Проявляется свет на правильное видение ада. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Оказывается, ад – это не то место, Где горит огонь, О котором так много в народе говорят. Друзья мои, я не открываю Америку В этом вопросе. Люди, не читающие Библию, Понапридумывали всяких небылиц И пытаются внушить людям Своё понимание об аде. Нет, друзья мои, там котлов. Никто дрова не подкладывает. Нет там рогатых с вилами, Как нет там и с копытами никого, Как об этом рисуют невежды. И никто там никого не поджаривает На сковородке. Никто там шкуру ни с кого не сдирает. Никто никого там не растягивает на дыбе. Об этом ничего не говорит Библия. А я верю в этом вопросе только ей, Потому что она есть Слово Божие. Да, там в аду сегодня находится дьявол. Об этом пишет пророк Исаия, Я читаю 14 главу, Со стиха 11. В преисподнюю неизвержена гордыня Твоя Со всем шумом Твоим. Как упал Ты с неба, Деница, сын зари, Разбился о землю, Попиравший народы, Оговорил сердце своём, Взойду на небо выше звёзд Божьих, Вознесу престол мой И сяду на горе в сонме богов На краю севера. Взойду на высоты облачные, Буду подобен Всевышнему, Но Ты низвержен в ад, В глубины преисподней. Да, Он там. Но Он не такой, Как рисовали Его атеисты В журналах «Крокодил» или «Перец» С рогами, как у козла, С бородой и копытами. Нет, друзья мои, Библия говорит, Что Он был помазанным херувимом, Чтобы осенять, Был на святой горе Божьей, Ходил среди огнистых камней И совершен был в путях Со дня сотворения. Да коли не нашлось в нём Беззаконие, Так описывал его Ветхозаветний пророк. Послушайте внимательно ещё раз То, что открыл Христос Иоанну, А Он в книге Откровения Записал для нас. «И смерть, и ад Повержены в озеро огненное». Вот где начинается озеро, Горящее огнём, В конце времён, После Великого суда, И в него, Озеро огненное, Брошен будет ад. А вы заметили, Что произойдёт чуть раньше? Вот послушайте. «Тогда отдало море мёртвых, Бывших в нём, И смерть, и ад Отдали мёртвых, Которые были в них. Ад отдаст своих мертвецов Для суда, А сам будет брошен В озеро огненное, Без них, Без людей. Я не знаю, Как смерть и ад Будут брошены в озеро огненное. У меня, Как и у вас, Ограниченный ум в этом вопросе, Если смерть — это не личность, То как она будет брошена в огонь? Такой же вопрос И в отношении ада. Но я верю Библии. Если она говорит, Будут брошены ад И смерть в озеро огненное, Значит, Будут брошены, Но без людей. Наверное, Слушающий сегодня Меня задаёт вопрос, А где же тогда люди будут? Может быть, Кто-то даже подумал, Ну что ж, Если ад пойдёт В озеро огненное Без меня, Тогда всё не так страшно, Как рисуют Некоторые религиозники. Дорогой мой слушатель, Не спеши делать Неправильные выводы И питать ложную надежду. Вот послушай, Что дальше пишет Иоанн в книге Откровения В двадцатой главе Четырнадцатый стих. И смерть, И ад Повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан В книге жизни, Тот был брошен В озеро огненное. Знаешь, О чём это говорит Иоанн? Первое. Все умершие После смерти Придут на суд И будут судимы. Будут судимы Не все сразу, Так сказать, Всем адом. А лично Каждый один Предстанет Перед великим Богом. А что же дальше? Дальше будет вот что. Ад и смерть Уже брошены В озеро огненное, А человек В это время Будет слушать Свой приговор На суде, О котором Иоанн пишет так. И кто не был записан В книге жизни, Тот был брошен В озеро огненное. Вот где наступит Мучение В озеро огненное. Бог никого Без суда Не отправляет На мучение. Вот почему Должен быть судим Каждый человек Отдельно, Персонально. Бог настолько Справедлив И здесь, Что без суда Никого не накажет, Не отправит В озеро огненное. И заметьте еще, Что каждый Будет судим Соответственно Записи в книге жизни. Соответственно Того, Что ты делал, Что говорил. И смерть, И ад Отдаст мертвых, Которые были в них. И судим был каждый По делам своим. И еще Христос сказал, Говорю же вам, Что за всякое Праздное слово, Какое скажут люди, Дадут они ответ В день суда, Ибо От слов своих Оправдаешься, И от слов своих Осудишься. Друг мой, Оглянись назад, Проведи анализ Своей жизни, И сам себе Скажи честно, Откровенно И непредвзято, Ты во всем Честен. Нет у тебя Ни одного греха, Ни одного Праздного слова, Ты никогда Не говорил такого, Будь признателен Перед собою. А теперь Подумай еще Вот о чем. Если ты в своем Греховном состоянии Способен был найти В себе Недостатки, Неправильное поведение, Слова, Действия, Грех, Помни, На все это Ты смотрел Глазами Человеческой Справедливости, Человеческой Святости, А она Тоже порочна, Как и весь человек, И все же Ты смог Разглядеть В себе пороки, То Скажи, Как смотрит на тебя Великий И всезнающий Бог Через Его Святость? Сможешь ли ты Оправдаться перед Ним? Чем Оправдаешься? Есть ли у тебя Что-либо В оправдание, Чтобы Оправдаться Перед Великим И Святым Богом? Нет ничего? Значит, Будешь судим, И твоя участь Предрешена Быть Судимым, И тот, Кто не был записан В книге жизни, Тот был брошен В озеро огненное, Говорит Библия. Моя мета Не в скарбах Цего света Моя мета Не в радощах Моя мета У книгу Мого Бога Записаним Лишь пути Назавжди Моя мета Не жити тут Розкішно Не зберігати Все на чорний день Моя мета Давати там Поспішно Де плачуть Де немає Вже пісень Моя мета Як хочеться Щоб нині На зустрічі Свистом Мене вела Провідник Корт У небо Вічне царство Як добрий Вірний Мій маяк Була Моя мета Не в золоті І славі Пройду роки Подарані Мені Моя мета У Божому Уставі Проживи дні Що втілені Мені Моя мета Не падати В безсилі Не нарікати На життя Айти Моя мета На вічному Весілі Щоб всі були Срисом Мені Моя мета Не плакати Як важко І не ховати Хочей тоді Як б'ють Моя мета Простата Дуже важна У небо Направляти Свою путь Моя мета У небо Направляти Свою путь У небо Направляти Свою путь Я знаю, що тема О том, що там По ту сторону смерти Волнує Многих людей Сьогодні Готовя Эту радиопрограмму Я заглянул В інтернет Ввел в поиск Слова Ад И к моему удивлению Я получил Вот какую информацию На страницах Интернета Я могу прочитать Что-то об Аде На Восемнадцати С половиной Миллионов Страниц Это только по-русски А когда я написал Это же слово Ад по-английски Компьютер представил мне Двести четыре Миллиона вариантов Различной информации Об Аде И это только на двух языках Русском и английском И какая цифра будет Если посчитать На всех языках Для сравнения Я приведу Вот такие цифры О хлебе Я нашел в интернете Одиннадцать миллионов Ответов А об Аде Восемнадцать с половиной Миллионов Это на русском языке А на английском Двести четыре Миллиона Об Аде И только Сто двадцать один Миллион Ответов О хлебе Я думаю Эти цифры Говорят уже многое Людей интересует Ад больше Чем хлеб И меня это не удивляет Человек создан Для вечности И хочет он этого Или не хочет А душа его рвется в вечность Душа его хочет знать О вечности А хлеб этот Насушный Создан для временной Земной жизни И поэтому Мы снова вернемся В Ад Вернее Снова поведем Разговор о нем В разговорной речи Люди обозначают Небо Вверху А Ад Внизу Люди Видевшие во время Своей клинической смерти Состояние Ада Неизменно описывали Приближение к нему Как именно спуск Хотя конечно Вверх-низ Это условное понятие Однако Все же будет неправильным Считать Небо и Ад Лишь Два разное состояния Они Два разных места Не поддающиеся Географическому Описанию Если мы будем Исследовать Ветхий Завет То мы найдем Что Моисей Не дал Какого-либо учения О загробной жизни Тора говорит О сотворении мира О величии Бога И о том Как Бог Может вмешиваться В жизнь человека И практически Ничего об Аде Но со временем Появилась Духовная община Которые назвали Себя отделенными На греческом Фарисея А на иврите Перушим Они стали считать Что слово Шиол Которое Обозначало Могилу Или смерть В книгах пророков Обозначает Еще и Некое место Пребывания Мертвых душ Именно Фарисеи Развили Учение О том Что Шиол Разделен На место Без мучений И на место С мучениями В Новом Завете Мы как раз Читаем Что Иисус Христос Привел пример Показывающий Что фарисеи Были правы Вот что Христос сказал Позвольте Я прочитаю Этот фрагмент Из Евангелия От Луки Шестнадцатая Глава С девятнадцатого Стиха Некоторый человек Был богат Одевался в порфиру И весон И каждый день Пиршествовал Блистательно Был также Некоторый Нищий Именем Лазарь Который Лежал у ворот Его В струпьях И желал питаться Крошками Падающими Со стола Богача И псы Приходя Лизали струпья Его Умер Нищий И отнесен Был ангелами Налона Авраамова Умер И богач И похоронили Его И в Аде Будучи В муках Он поднял Глаза Свои Увидел Вдали Авраама И Лазаря Налоне Его И возопив Сказал Отче Аврааме Умилосердись Надо мною И пошли Лазаря Чтобы Омочил Конец Перста Своего В воде И прохладил Язык Мой Ибо Я мучаюсь В пламени Сем Но Авраам Сказал Чада Вспомни Что ты Получил Уже Доброе Твое В жизни Твоей А Лазарь Злое Ныне Же Он Здесь Утешается А ты Страдаешь И Сверх Всего Того Между нами И вами Утверждена Великая Пропасть Так что Хотящие Перейти Отсюда К вам Не могут Так же И оттуда К нам Не переходят Современное Человечество Имеет Смутное Представление Об Аде И Рае Большинству Людей Рай Представляется Местом Куда попадают Добродетельные Люди Где им Воздаётся Воздаяние За добро Ими Сделанное А ад Место Куда попадают Грешники И там Им приходится Отвечать За свои Грехи Что же На самом Дель Такое Ад Давайте Сначала Ответим На вопрос Какова Цель Создания Ада И конечно же Мы поищем Ответ В книги Того Ответ Ответ В Библии И вот Что пишет Апостол Пётр Второе Послание Апостола Петра Вторая Глава Четвёртый Стих Ибо Четвёртый Стих Я не знал Библии Не желает Ничьей Гибели А хочет Чтобы все Пришли К покаянию И жили Бог призывает Нас Выбрать Его Царство Царство Небесное И стоять По Его Сторону Он стремится Спасти нас В силу Своей любви К нам Те Которые Окажутся В Аде Поступили Так По собственному Выбору И по жизни Решили Свою участь Послушай Бог сегодня Предлагает Тебе Точное Сведение О том Что Ад Существует Это первое Второе Ад Не для тебя Он для падших Ангелов Но если Ты захочешь Добровольно Там быть Ты свободен В выборе И третье В аду Нет котлов Сковородок И прочего Инвентаря Кочегаров Но там Есть Мучительное Пламя Но что же Там за пламя Что она Мучит Находящихся В нем Обитателей Рассказывает Такую притчу Однажды Нечестивый Злой Царь Повстречал Мудреца Откуда ты Идешь Спросил Его Царь Из Ада Ответил Мудрец И что же Ты там Делал Удивился Царь Мне нужен Был огонь Объяснил Мудрец Я спросил Не поделятся Ли они Со мной Огнем Но их Главный Сказал Мне Что они Огня Не держат Я удивился Как же Так И он Мне Ответил Говорю У тебя У тебя Есть Надежда Надежда Что-то Исправить Вопросить Прощения Но В Аде Надежды Больше Нет Знаешь Что такое Ад Послушай Ад Это место Смертельной Тоски И муки Сожаления В момент Когда душа Осознает Что она Безнадежно Погибла Ее Охватывает Смертельный Ужас Ад Вместо Вечного Одиночества Предельного Отчаяния И невыносимого Горя Это горе Еще мучительней От присутствия Бесов Демонов И злых Духов Которые Непрестанно Терзают Души Находящихся В Аде И из Ада Обратного Пути нет Друг мой Слушающий Эту радиопрограмму Тебе и мне повезло Сегодня Пока мы еще живем На земле Возможность Не попасть В Ад Есть у нас Самым тяжелым Мучением В Аду Будет не физическое А моральное Голос совести Некое противоестественное Состояние Когда греховная душа Не может вынести Присутствие Бога Но и без Бога Ей совсем невыносимо Ад Это место позора И вины Ад Это место Где нет покоя В нашем мире Страдающие от боли Люди Находят моменты покоя Даже Испытывающие Ужасные муки Имеют время Для сна Или впадают В приятное Бессознательное Состояние Наконец Смерть приносит Успокоение Но в Аде Покоя нет Мучительные Крики И стоны Несутся Нескончаемым Потоком Ад Место Полной Безнадежности Отчаяние От сознания Что попавшие туда Не имеют Ни малейшей надежды Или шанса Выбраться Они Покинутые люди В забытом месте В Аду Нет места Милости Любви Милосердию И благожелательности Там Господствует Ненависть Сильные порывы Раскаяния Муки Мольба Призывы И просьбы Бесполезны Никто не станет Слушать их И что хуже всего Никого Это не будет Даже тревожить Ад Это место Воспоминаний В притче О богатом Человеке И Лазаре Богатый человек Открыл глаза Находясь В Аду В этом месте Погибшему Сказали Чада Вспомни И это Забыть невозможно Подобно Лавине Наплывают Воспоминания Об имевшихся Возможностях К спасению Шансах К покаянию Милости Божией Которыми человек Пренебрег И это Ошеломляет Грешников Они вспоминают Что любили в жизни Богатство Тщеславие Легкое время Препровождение Эгоизм Но все это Лишь разъедает Как язва Вновь и вновь Память Нанизывает Злые мысли Тайные грехи И ложь Невозможность Забыть их Вызывает Горькие слезы И отчаяние Там В аду Если вы туда попадете Вы вспомните Проповеди Которыми Пренебрегали И это будет для вас Ужасным мучением Потому что будете Сознавать то Что уже Исправить Ничего нельзя И это будет Сжечь Несравненно больше Чем Естественный огонь К душевным Страданиям Привыкнуть Невозможно Несомненно Вы вспомните Еще и о том Как вы научились Отключать свой разум И не обращать Внимание на проповедь Вы вспомните Что для того Чтобы так делать Вам понадобилась Тренировка Поначалу Проповеди Беспокоили вас И заставляли вас Задумываться О вечном Но время шло И дьяволу Становилось Все легче и легче Похищать проповеди Из вашего сердца Вы вспомните Много проповедей В аде Вы вспомните Божий дух Который вы отвергали Вы вспомните Спасителя Которого Вы презрели Вы вспомните Что вы были Настолько ленивыми И пассивными Что никогда Не подвязались Чтобы найти Христа И это будет Продолжаться Постоянно 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 Я надеюсь Вы внимательно Слушали рассказ Христа О богаче и Лазере Я только что читал его Вы заметили Что богач Ни в чем не оправдывается Не просит Помиловать его И забрать его Из ада Он прекрасно Сознает Что оттуда Возврата нет И это еще Более ужасно Более того Находящийся в аде Уже прекрасно Знает Свое будущее Он знает Что его ожидает Суд И озеро огненное Согласно учению Иисуса Христа И апостолов Жизнь личности Продолжается И после Физической смерти И перспектива жизни В грядущем мире Для тех Кто без Христа Плоха И ужасна И об этом Нужно Должно Говорить всем Герой Достоевского Старик Зосима На вопрос Что есть ад Рассуждает так Это Страдание о том Что нельзя Уже более любить И живем на земле Мы не вечно И дорожимся вдаль Закупая О главном порой Здесь мы странники все Но Кристос Приготовил нам Вечность Не найти Сужен И в душах И желанный Покой Там За синими Даль Там Нет Звезд И печали Там Весна Здесь мы странники И все Жизнь Коротка И непрочно Наша жизнь Как цветов Распустился И вдруг Его нет Неживимый Друг Жизнью легкой Беспечной Порочной Ведь за все Перед Богом Придется Тебе Даться Свет Там За синими Даль И Страна Там Нет Звезд Нет Печали Там Весна Что ты делаешь Здесь на земле Человек Зачем пришел Зачем жил Кому служил Неужели все это просто Игры нашего разума Неужели вся эта жизнь Все эти переживания Страсти Страдания Все только для того Чтобы умереть И кому нужны Наши жизни Детям А зачем Однажды Ты умрешь В следующий же миг Ты узнаешь Что умер не ты А всего лишь тело В следующий момент Ты ощутишь Что впереди Вечность И вдруг К тебе придет Понимание того Что ты Ее уже Определил Сам для себя Определил Именно тем Во что ты верил И что ты делал Будучи на земле Я приглашаю тебя Подумать о вечности Сегодня Дорогой мой Запомни Ад не создан Для тебя Для тебя создано небо И общение твое Не с падшими духами А с вечным Богом Потому что Он твой Творец Сделай сегодня выбор И избежишь Адских мук Суда И озера огненного Христос Лишил власти Ад Он не властен Больше над теми Кто принимает Его В свое сердце Как спасителя Спасителя От смерти От ада От суда И озера огненного Послушайте Вот обещание Из Библии Верующий в него На суд Не приходит А перешел От смерти В жизнь И если И умрет Оживет Года Как лестницы Ступени По ним Мы сходим Выше Выше Пока В холодный День Осенний Окажемся У самой Крыши Там Прояснится Наша Помять И детство Вспомнится Благослове Ошибки Вспомнишь Ты Особо Ступени Где Случалось Падать И в тот Холодный День Осенний Возникнет Сирное Стремление Опять Пройти Свои Ступени Вернуть Счастливые Мгновения Но Это Будет Невозможно Свершай же Друг Мое Восхождение И Ревностно И Осторожно Чтоб Не Страдать От Сожаленья Субтитры Ну что ж Друзья Вот и Закончилась Наша Очередная Радиопрограмма Мы Встретимся С вами На Следующей Неделе В этот же День И Час На Этой Волне Если Вас Заинтересовали Наши Радиопрограммы Вы Можете Найти Их Полный Архив В интернете По адресу www.mirvamradio.org Вы Также Можете Звонить Нам В Америке По телефону 949 464 78 26 А я Игорь Пустанович Прощаюсь С вами Желаю Вам Божьих Вам Благословений До встречи Скільки гине людей За одну тільки Мить Скільки гине людей Просто серце болить Скільки гине людей Бо без Бога вони Скільки гине людей На дорогах земних Розкажи про Христа Людям всім розкажи На Христі На Христі Він страждав Щоб усі могли Жить Розкажи про Христа Нехай знають Усі Є спасіння Для них В Ісусі Христі Скільки гине людей Скільки гине людей Рідних, близьких, чужих Скільки гине людей Чи сказав ти для них Скільки гине людей Гріх їх, кот і певна Скільки гине людей Скільки гине людей Чи не наша вина Розкажи про Христа Людям всім розкажи На Христі Він страждав Щоб усі могли Жить Розкажи про Христа Нехай знають Усі Є спасіння Для них В Ісусі Христі Дякую за перегляд! Скільки гине людей На дорозі земній Скільки гине людей Ти мовчати не сумій Скільки гине людей Нехай твій устав Кожний день Кожний день Кличуть всіх до Христа Розкажи про Христа Людям всім розкажи На Христі На Христі Він страждав Щоб усі могли Розкажи Розкажи про Христа Нехай знають усі Є спасіння Нехай знають усі Є спасіння Для них Ісусі Христі Дякую за перегляд! 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 Каждый вопрос Нужен точный ответ Кто поддержит в пути Кто даст мудрый совет С верой в Бога смелее Ты пожить не ступай Не прощайся только Обиды прощай Расставаясь с друзьями Мы надеемся вновь Вместе быть в той стране Где добро и любовь Будем встречи Идти через сотни преград С Богом только вперед И ни шагу назад Пусть порою не знаешь Что ждет впереди В неизвестность смелее Ты с Богом иди И когда расставание Часно встает Не прощайся и берь Снова встреча придет Расставаясь с друзьями Расставаясь с друзьями Мы надеемся вновь Вместе быть в той стране Где добро и любовь Будем встречи идти Через сотни преград С Богом только вперед И ни шагу назад С Богом иди С Богом иди С Богом иди С Богом иди С Богом иди